Самая большая сеть зарядных станций для электромобилей в Украине предлежит компании «Автоэнтерпрайз» порядка тысячи зарядок. Причем многие из этих устройств установлены партнерами компании. Почему же те, кто заинтересован в развитии инфраструктуры для электромобилей, выбирают зарядные станции «Автоэнтерпрайз»? Когда три года назад компания «Автоэнтерпрайз» только выходила на рынок электромобилей, вопрос инфраструктуры стоял наиболее остро. Для того, чтобы электромобили покупали, необходимо было создать условия, лень без проблемной эксплуатации. Возможность зарядить аккумулятор электрокара не только у себя дома или возле офиса, а в любом удобном месте – это и есть та цель, к которой неуклонно движется компания, расширяя свою зарядную сеть. Как оказалось, большая часть импортных зарядных станций и все зарядки отечественного производства не способны обеспечить должный уровень надежности и удобства использования. Поэтому «Автоэнтерпрайз» решили разработать собственный продукт. Вначале создали силовую часть, но этого оказалось недостаточно. Особенность тем, что мы сделали очень большой, акцент на диагностике. Для того, чтобы обслуживать сеть станций, мы должны знать, что с ней происходит, в каком у нас состоянии, если есть поломка, то какая. Для того, чтобы осуществлять контроль состояния зарядок, силовой части пришлось добавить сложную систему управления и контроля, имеющую связь с центральным сервером. Сейчас в каждой новой зарядной станции «Автоэнтерпрайз» имеется GSM-модем, обеспечивающий ту самую связь. А система контроля станции, в отличие от зарядок других производителей, умеет не только контролировать работу станции, но и согласовывать ее с заряжающимся автомобилем. Для того, чтобы машина заряжалась, ей мало включить в розетку. Для этого машина и станция должны обменяться состояниями. То есть они должны друг друга видеть. Для того, чтобы машина не взяла лишнего тока, который не может достануться, мы должны машине сообщить, что ты можешь взять, допустим, 20 Ампер тока. И когда машина соглашается с этими условиями и включается зарядка, она больше 20 Ампер не примет. То есть это гарантия того, что машина не выведет из строя сеть дома. Также в систему устроен контроль безопасности. Он обеспечивает полное отключение напряжения на коннекторе при его отключении от машины. Это необходимо для предотвращения короткого замыкания при повышенной влажности, например, или при неосторожном обращении с коннектором. Однако и этого оказалось недостаточно. Когда мы начали строить сеть зарядных станций, оказалось, что невозможно построить удобный сервис и для обслуживающих персонала, и для пользователей станций без автоматической идентификации машины. Эта проблема оказалась одной из самых сложных. Стандартный протокол обмена данными между машиной и зарядкой не предусматривает такой идентификации. Специалистам Auto Enterprise пришлось разработать свой протокол, свое программное обеспечение и вот такой махонький модуль, который устанавливается в каждое авто, реализуемой компанией. Благодаря ему владельцу электромобиля для зарядки нужно всего лишь ставить коннектор в гнездо, и через 4 секунды заряд пошел. Пока, к сожалению, не все станции Auto Enterprise так могут. Модернизация существующей сети завершится примерно к концу лета. Но это не беда. Есть еще разработанная компания и мобильное приложение, с помощью которого владелец электрокара может в три клика по экрану смартфона запустить зарядку. Это же приложение показывает и количество потребленной энергии. А для наблюдения за работой зарядных станций обслуживающий персонал Auto Enterprise имеет в своем распоряжении возможность онлайн-контроля исправности зарядок. Если вдруг что-то случится, на экране мгновенно появится информация о факте неисправности и ее характере. Благодаря такому контролю устранение проблемы занимает минимум времени. В заключении отмечу, что надежность и удобство эксплуатации зарядных станций, разработанных компанией Auto Enterprise, высоко оценили европейские специалисты. Но подробнее об этом как-нибудь в другой раз.